Развитие и обучение ребенка, карьера, домашние обязанности. Порой родители взваливают на себя слишком много задач. И при этом многие из них буквально оказываются на нуле, сталкиваясь с так называемым синдромом эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание, оно бывает у каждого человека. Вообще, есть было и будет. И это нормальная, естественная реакция нашего организма на усталость, потому что много факторов влияет. И человек выгорает. Не зря его так и назвали. Мы представим, что мы с вами в спичке, нас зажгли, искра пошла, пламя, горим. Кто-то горит очень быстро и выгорел, кто-то долго, но все равно мы выгораем. Я думаю, вы сталкивались? Конечно. Восстановить душевное равновесие, зарядиться положительными эмоциями поможет арт-терапия. Уверены специалисты Центра доверия и действующие на его базе автономной некоммерческой организации. И потому в преддверии новогодних праздников предложили участникам очередного заседания родительского клуба окунуться в праздничную атмосферу и своими руками изготовить для своих родных и близких подарок – настоящее дерево счастья. Такое совместное творчество, по словам специалистов, позволяет родителям не только отвлечься от домашних хлопот, но и поверить в свои силы, раскрыть свой творческий потенциал. Проекты нашего учреждения и автономной некоммерческой организации направлены на улучшение жизни наших родителей, сплочение родительского и детского коллектива и много-много интересных вещей, которые не каждому родителю могут быть доступны. Наши родители объединяются, делятся, интересуются и в конце концов воплощают все свои желания и мысли в дело. Немного старания и в руках участников родительского клуба расцветают кофейные топиарии, а их лица озаряют счастливые улыбки. Специалисты утверждают, что арт-терапия – это лишь один из способов скорой самопомощи при эмоциональном выгорании. В любом случае, главное – побольше отдыхать, иметь свое личное время и не копить в себе отрицательные эмоции. Потому что от вас многое зависит, понимаете, в том числе и жизнь вашего ребенка. Без вас ребенок ваш, пока он маленький, он ничего не может сделать. И поэтому вы должны обращать внимание огромное просто на себя, на свой внутренний мир. Самое главное и правильное, что эти эмоции нужно выгружать просто сразу же, стараться, как можно быстрее избавляться от них, проговаривать или в каком-то другом варианте. И поэтому такие методы, как, например, громко что-то запеть, понимаете, происходит выплеск вот этих эмоций, что-то запеть. Или, я не знаю, скомкать бумагу и швырнуть ее. Или быстренько что-то взять резко и нарисовать там на листе бумаги. Предотвратить эмоциональное выгорание и недопонимание в семье легче, чем устранять последствия. А потому специалисты учреждения всегда готовы протянуть руку помощи всем, кто нуждается в консультации по тем или иным вопросам. Будь то гармонизация детско-родительских отношений, адаптация, воспитание, обучение или развитие детей. У нас организован два консультационных пункта, которые работают один по профилактике социального сиротства и работе с замещающими семьями. И второй пункт, который работает с семьями, имеющими те или иные проблемы. Это и девиантное поведение, направление работы профориентации детей. Это работа с семьями с ограниченными возможностями здоровья. Это семьи, которые имеют нарушение речи, дети имеют. Ну, то есть много-много видов, в которые мы можем оказать консультацию, связаться с необходимыми службами, что-то порекомендовать. И я думаю, что многие уходят от нас очень удовлетворенные тем, что они получили здесь. Третий год мы посещаем этот центр. Мы очень довольны. Грамотные специалисты. К каждому ребенку находят индивидуальный подход. Ребенок сюда идет с охотой. Специалисты постоянно меня консультируют. Я со многими вопросами к ним обращалась. Во многом они мне помогли. Я домохозяйка, у меня дочь, 6 лет. Мы ходим сюда уже четвертый год. Нам очень нравится. Наверное, единственное место из всех, где мы побывали, педагоги, которые здесь нашли общий язык с моей дочкой. Благодарность огромная. Прийти в Центр доверия или Центр социальных психолого-педагогических услуг и зарядиться хорошим настроением или получить нужный совет может каждый. Ведь для специалистов учреждения чужих проблем не бывает. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «Секреты семейного счастья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова